Ну что, завершаем сюжет. И господин Черепанов хотел сделать заявление, выступление после мероприятия. Продолжение следует... Тогда и магнитных полей ваших нет. Понимаете, какая вещь? Нет, нет, сейчас, нет, вы не правы. Нет, 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 нет. Ну вот, в буддизме есть такое. Вот, Барретт, даже Барретт об этом говорит. Это иллюзия весь этот мир. Я вот... Так, давайте. Подождите, у меня есть такая... Я могу вам послать поэту, потому что это... Это, на стране, но оно довольно так... У меня мало... Так, давайте, я вам напишу. Напишите в свой электронарь. Давайте, давайте. Так, зрители ждут вашего... Да, 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 сейчас я подготовился, и я хочу... Электронарь, если напишите, я вам пошлю ее. Потому что тут вот называется аспект Индисийской картины мира. И там говорят сборных статей, и там как раз вот физические поля, потом экспериментальные есть, что такое магнитное поле, как оно, этот... Вот, все. Да, пожалуйста. Спасибо. Там еще вот... Здравствуйте. Что-нибудь получил у вас в этом? Так. Исказываю это самое. Так. Здравствуйте. Был удивлен. Да? Чрезвычайно. Почему? В последнем сообщении. Почему? Да ну, ну, что вы так упали на этого? Написайте, что... Ну, надо же что-то делать. Ну, и что? Ну, и что? Ну, что просто сидеть дома? Так, я вот подготовился и хочу пообщаться. Значит, вот, кстати, идите сюда все, вот кто интересуется. Так, бутылка пошла. Да. Вот, идите сюда. Значит, очень хороший вопрос про заряд был сегодня. Да, да. И, значит, я утверждаю, что зарядов нет. Значит, а теперь так. Вот в камеру покажи, пожалуйста. Вот. Это из учебника физики. Хватит? Ну, стоп-кадр сделаю. Да. Значит, а я зачитаю. Здесь все просто. Значит, речь идет о магнитном поле. Опыт показал, пишут учебники, что магнитное поле создается движущимися электрическими зарядами или, внимание, переменным электрическим полем и действует, внимание, только на движущиеся заряды. Магнитное поле действует только на движущиеся заряды. А теперь следите за руками. Значит, о чем идет речь? Вот, смотрите. Вот у меня пластмассовая вот такая вот палочка, да? Пластмассовая палочка. Вот у меня компас. Я подношу палочку. Компас реагирует? Нет. Все видят, да? Компас не реагирует. Итак, что такое магнитная стрелка компаса? Это постоянный магнит. Значит, на дном север, на дагом юг. Теперь. У меня есть постоянные магниты. Нормальные. Сейчас мы проверим. Вот у меня S, да? Вот я подношу. Все четко. S. Теперь. Что я делаю? Я беру. Все, работает? Все. Уберем его подальше. Значит, вот я беру. Значит, что нам физика говорит? Значит, сейчас я должен его потереть, да? И у меня здесь якобы должны образоваться что? Электрические заряды. Значит, на этой палочке у меня электрические заряды. И у меня как бы что? Поляризованное поле там, да? Да. Правильно? Вопрос. Вот сейчас успокоится палочка, да? Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас электрические заряды движутся? На данный момент движутся. Ну, когда успокоится, то не будет жмить. Ну, понятно, да, о чем речь? То есть, вот сейчас она должна успокоиться, и электрические заряды не движутся. Теперь. У меня магнитная стрелка. Мы подносим и смотрим. Реагирует? Отношу. Куда направлен поле? Куда направлен поле? Туда, да? Магнит сюда вот, уберите его. А, давайте уберем его. Вот, убрали магнит. Ну вот, магнитное поле. Сюда, да? Правильно? Я теперь подношу к палочке. Всем видно, да? Так, а если... Просто поставьте на стол. Мы сейчас... Нет, мы сейчас круче сделаем. Еще потрясаю. Это только у этого был. Показываю. Вам сейчас показывают кварт. Нет, у него было. Ну, эти же полные, эти самые. Я бы писал. Ну что, видно? Видно. Поляризация зарядов на стрелке. Поляризация на стрелке зарядов не может быть. Почему? В школе это проходит. Сейчас, я его... Подождите. Да, да, да. Почему? Потому что магнитно... Здесь постоянный магнит, и здесь пространство уже поляризовано. То есть все подчинено здесь, северу и югу, магнитным полюсам. Никакой электрической поляризации здесь быть не может. Это уже упреждать, когда вы поместите в клетку Фарадеи все это в вашу хозяйство. Так. Магнитное поле проедет в клетку Фарадеи за... Постоянный магнит. Постоянный магнит. Какая дикадейство. Некорректный опыт вообще. Сейчас будем натирать. Сейчас добьемся. Откройте учебник. Средняя школа. Вы там все, это прощете. Все проще. Где, в каком... А то, что сейчас фейки. В каком учебнике. Может, не думаю, проще сделать. Вот здесь эта стрелка... Польку надо завернуть, вот я посмотрю. Стрелка стоит на какой-нибудь... Так комментируйте, пожалуйста, что происходит. Который является изолятором. Вот девушка рядом стоит. Сейчас... Мы сейчас другой. Можно? Пожалуйста. Пожалуйста. Ее поставите на металл. Девушка. Вот и девушка пригодится. Девушке тоже нужно. Вот видите, она даже сразу прилипла. Прилипла, да. Секун. Это проблема. Так, разбежалась аудитория. Вот видите. Так. Ну, вопрос. Даже вот это. Потому что мне хотелось-то что сделать? Ну, сейчас давайте. Так, значит, мы убрали вот это сюда. Так. Стрелка у нас туда. Вот интерес, что будет. Ну, повернулось или нет? Повернулось. 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 Так, обещал. Скажите мне, пожалуйста, вот теперь. Вот смотрите. Вот я вам привел сейчас выдержку из книги по общей физике. В чем проблема всех учителей, там, я не знаю, да даже преподавателей в вузах. Вот когда вы общую физику изучаете, да, вам сказали, вы должны верить. А меня учили ядерные физики, атомные физики. И когда я вижу в учебнике, например, картинку, где протоны движутся навстречу друг другу электронам, первое, что я себя спрашиваю, как ядерный физик. Как это протон может внутри проводника двигаться? Когда? Для того, чтобы протон извлечь из ядра, нужно затратить 5-6, а то и 7 мэв. Вот когда я сделал и натирал палочку, да, вот просто обычным трением. Для того, чтобы электроны создать здесь, свободные электроны, нужно всего несколько электрон-вольт. Ну, может быть, десяток электрон-вольт. Все. Вот для того, чтобы осводить электрон. Из атома его. Чтобы его сделать свободным. А вот для того, чтобы протон, протон из ядра, надо в миллион раз больше энергии. Вы никогда здесь, на поверхности протонов не получите. Теперь, другая. Вот нарисовали картинку, да? Значит, заряженное электрическое тело берет палочку, как бы экспериментатор, да? И даже в МИФИ такие эксперименты. Зарядил, к электроскопу поднес, да? У меня вопрос. И там рисуются плюсики. У меня вопрос. Как с заряженного положительного тела протоны сюда переходят, а потом на электроскоп? Вот как? Это же нонсенс. Почему это нонсенс? Это еще нонсенс, знаете почему? Потому что протон в свободном состоянии только в плазме. Это 2500 градусов до 10000 градусов температура. Тогда только протон может быть свободным. Никаких положительных зарядов, отрицательных зарядов в природе нет. И сегодня на семинаре четко было сказано, никто не знает, кто такой заряд. Вот его придумали, а никто не знает. Так его просто нет. Его просто нет. Поэтому, когда вы проводите эксперименты, да, с точки зрения общей физики можно рисовать любой рисунок, да? А вот с точки зрения физика, ядерщика, у меня сразу очень много вопросов. У меня, например, самый простой вопрос возникает, который я уже сдаю десятки раз всем физикам. Вот смотрите, сегодня показали, да, две элементарных частицы, протон и электрон, да? Протон маленький, 10 минус 15 размер, маленький, но он массивный. Он массивнее электрона в 1836 раз. Каким образом маленький протончик и громадный электрончик создают одинаковое по моду электрическое поле? А какой диаметр поля электрончика? Ну? Для протончиков. Вот как? Наконьте, пожалуйста. Алексей Иванович, вопрос может быть? Нет, такого быть не может. Нет электрических зарядов в природе. Вопрос. Давай. Вот смотрите, какая разница между магнитными взаимодействиями, да? Да. Ну, то, что мы наблюдаем, и электрическими взаимодействиями. Разница в следующем. Вот мы подводим. То, что электрических взаимодействий в природе нет. И сегодняшняя лекция, если глубоко копнуть, Барот плав. Барот в чем плав? Барот фактически вас всех подвел. И, кстати, Самсоненко тоже он подвел. К чему? Да только магнитные взаимодействия есть в природе. Вот из его труда, который Барот нам представил сегодня, мы видим, что оказывается, в основном, только магнитные взаимодействия. Вот предположим, что есть только магнитные взаимодействия. Да. Когда мы сводим два магнитика, они разворачиваются так, чтобы слипнуться. Да. А вот мы силой удерживаем их, они расталкиваются. Да. Противоположные взаимодействия. То есть, наоборот, одинаковые взаимодействия. Да. Вот как вы объясните, чем отличаются те предметы, которые ведут себя с магнитным взаимодействием и с электрическим взаимодействием? Какая должна быть конфигурация магнитов, чтобы вести себя, как электрический валяк? Вот что важно. Я как раз пришел сегодня и написать вам. Нет. Вот смотрите. Какая должна быть конфигурация и сколько ваших... Вы меня сейчас хотите заставить сделать то, во что я не верю. Для меня нет электрического заряда в природе. И электрических взаимодействий. Значит, магнитных тоже нет. Я считаю, например, тоже нет. Предположим. Так. Есть только магнитные взаимодействия. Какую конфигурацию магнитов надо сконфигурировать, чтобы они себя вели, как электрические заряды? Понимаете? Ведь вот... Так, давайте тогда так. Вернемся к тому, к чему придумали физики. Физики придумали, что электрические силы входят в электрон, а у протона они выходят из него. Ну, предположим, да. Вот есть такая конструкция. И как я могу сделать, ну, грубо говоря, такую систему из магнитных составляющих? А что такое мы все? Вы, он, вот это стекло, там, пластмасса. Мы все состоим из чего? Вот из тех протонов, электронов, которые, вот они вращаются. Вот все сегодня подтвердили это. Они вращаются, и больше там ничего. Они больше там ничего не делают. Ну, правильно. В нашем теле. Ну, правильно. Так они рождают что? Так они рождают что? Магнитное поле или электрическое? Вот я говорю. Предположим, я встал на вашу точку зрения. Да. Предположим. Да. И я хочу понять, какая конфигурация вот тех магнитов, которые я могу пощупать, да, должна сложиться, чтобы вот эта конфигурация вела себя, как электрическое поле, которое мы наблюдаем, как электрические заряды, которые тоже. Вы сейчас, нет, я примерно уже начинаю вас сейчас понимать, но, смотрите, несмотря на то, что я так вот себя уверенно веду там, и как бы много пишу про магнитные поля и все такое прочее, а на самом деле, вот я сам с собой борюсь, знаете в чем? Ну вот, допустим, да, ну вот тот же магнитик, да, вот где он там? Вот он, магнитик, да? Вот магнит, постоянный магнит. Там находятся только протоны, электроны и нейтроны. Больше там ничего нет. Вопрос. Нет, вопрос в чем? Как бы и сам Соненко, и я говорю, где-то Барретт что-то тоже об этом говорит. Он ведь все говорят что? Что, да, есть какие-то магнитные силовые линии, по ним что-то должно там бегать, да? Вот. Так вопрос в другом. Как бы, каким образом вот эти все вращающие структуры так соединяют свои усилия, понимаете? Вот почему я сегодня про силы говорил? Вот нужно сил, вот фактически нужно так смоделировать. Так, вот. И сколько нужно? Молодец, молодец. И сколько? Очень хороший вопрос. Если бы я это знал, то завтра уже я получил Нобльскую природу. Поэтому нет, вопрос правильный, все правильно. Вот я тоже прикинул. Да, и я прикинул. И я прикинул. Практически... Вот здесь пирамиды. Практически... Практически сегодня... У меня ответ на это нет. Вопрос. Нужен мозговой штурм? Нужно... Что? Моделированием заниматься? Ну, фактически мы все строим модели, больше ничего не делаем. А что нам остается? Мы не можем заглянуть, вот конкретно взял и глазом посмотрел, что там делается. Вот мы... Ведь физика... Как, смотрите, как развивается физика? Вот собрались физики, да, конференцию провели, договорились. Давайте вот то, что мы там в экспериментах получили, давайте назовем это кварками. Все. Все готовы, будем называть кварками. Я убедился в том, что теоретики, у них нет образа, поэтому у них физика безобразная или безобразная. Вот типичный представитель у нас математика. Математика? Математика, все. Я когда спрашиваю покойного Махарова, ну как ты представляешь электрон? Это формула? Да. Ну, понимаешь, что это... Да, да. А куда мы попремся с такими представлениями? Конечно. Нужен образ. Поэтому я вот этот... Я согласен, смириться и принять вашу точку зрения. Но нужен образ. Как ваши, ёпта, магнитики сложить, чтобы они не были себя? Да, молодец. Очень вы правильно всё мыслите. И в этом случае, вот мне нравится, помните, у нас такой был, Буртаев выступал, Юрий Николаевич. Да. Юрий Васильевич. Ведь он же говорил, хотите что-то исследователь, сначала модель придумайте, а потом на основании этой модели смотрите, как она работает, не работает и так далее. Поэтому я с вами полностью согласен. Что такое ёпта магнит? Ну да, можно сказать, что он магнит. Да. Он по логическому смыслу должен магнит, иначе у вас цепочка не получается. Потому что если это будет магнит, то да, вот она цепочка тогда будет. Ну, я вот тоже... А сам, как он струирован? Он как генерирует-то свои полюса? Нет. Он должен генерировать? Ну, даже вот это вот. Я представил себе, вот, футбольный мячик. Да. Он состоит из вот шестигранников и пятигранников, да? Да, да, да. Вот я сделаю пирамиды такие. Да, да. Причём, N, ну, скажем, синий конец этих магнитов, я в центр его вложу. Да, да. Так, чтобы у меня зазоров не было, у меня всё... Зазороточено в центре, а на поверхности, значит, там всё синее, здесь всё красное. Так. Да? Ну, тогда этот магнит совсем не будет магнитом. Да, точно. А надо ему дальше отставить какие-то зазорчики. Ну, да, конечно. А зазорчики, он превратится в магнит, они в электрический заряд. Ну, типа того. Типа того. Надо найти такую конфигурацию, вот, я считаю, и представить. Иначе дальше двигаться нельзя. Конечно, мой эксперимент, вот этот, который я показал, да, он примитивный. Но он же в чём? Его же самое главное. Это стрелка, она же поляризуется. Да. Ну, и вот эти... Ну, она-то, у неё магнитная поляризация, вы поймите. Почему магнитная-то? А какая же? Там у неё не электрическая. Нет, там нет... Нет. Ну, как нет? А чё тут нет? Вот это... Как называется в школе эксперимента? Электризация через влияние. Помнишь какую штуку? Да? Подносишь. Так. Потом касаешься. Так. Относишь. И снова заряд появляется. Значит, смотрите. В чём разница вот всех, кто здесь сидит? Да. Ну, я не знаю, вы к ним относитесь, не относитесь, но... Я стараюсь принять вот точку зрения Конарёва. Нет. Тем более... Но... Вы смотрите, они же все говорят о чём? Да. Что электрон вращается вокруг ядра. Ну, да. У меня электрон не вращается вокруг ядра. Не вращается. Я с этим... Поднимаете? Потому что он должен излучать тогда. Да. Да. Он не вращается. А от этого уже сразу начинается всё по-другому. А раз он не вращается, и как устроена модель того же никеля, того же железа и так далее. Ведь это две практически одинаковые молекулы. Практически одинаковые. Всего на два протона больше, и в никеле сразу домены образуются. Вопрос. 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 Ведь это же внутренние силы. Да. Это внутренние силы. А откуда они берутся? Они что, разве в электроне берутся? Нет. Они в протоне. А почему? Да потому что у протона напряжённость в миллион раз больше, чем в электроне. А нам, вот она, вот если взять этот учебник, да. А нам твердя, что нет, электроны создают здесь поляризацию. Не электроны. Электрон подчиняется этой поляризации, потом свободный. А связанный он подчиняется чему? Протону. А в чём состоит, как бы, вот если взять молекулу никеля, да, у него на осях два протона висят. И в чём смысл, как бы, системы? Почему она потом начинает самоорганизовываться? На два протона у железа меньше, меньше. Поэтому сама система вот этой молекулы, вот этот магнит, который он создаёт свой, она просто по силе меньше. Она не может домен создать. И сил не хватает. А у никеля вот эта критическая масса набирается протонов, и никель сам самоорганизуется. Он раз в одном месте домен, в другом месте домен, в третьем. И вот у вас полностью, как бы, структура из доменов. Это в никеле. Это самоорганизация за счёт чего? За счёт протонов. Не за счёт электронов. Вот это глубочайшая, как бы, а раз так, то все свободные электроны, которые здесь находятся, и здесь стрелки, они все подчинены этому постоянному магнитному полю, которое что? Ну, вы искусственный магнит поднесли, обработали никель, все домены выстроились параллельно, вы их развернули, и вы создали постоянный магнит. Там он может 10 лет, 20 лет быть постоянным магнитом. Правильно? Вопрос. Здесь, вот на расчёске, на вот этой штуке, на поверхности могут только электроны. Протонов там нет. Ну, хорошо. Протон, он что? Свободный. Он ни к чему не привязан. Он в атоме привязан. А когда вы его вышибли трением, ионизация, он отвалился от атома, и он тут же друг за другом пух-пух-пух-пух-пух, и в магнитный кластер. И на поверхности у вас вы получаете магнитный кластер из свободных электронов. Там больше ничего нет. И вы получили временный магнит, который взаимодействует с постоянным. Ну, это вот, вот этот момент очень... Давайте... Не строгий. Ну, давайте... Нет, ну давайте обсудим. Давайте обсудим. Подождать. Посидите дома, подумайте. Я согласен. А прихожу, а письмо от вас и Платошкин там, понимаешь, я думаю, ну дает вообще. Я ему хочу попросить. Ну почему нет? Ну почему нет? Ну почему? Ну мы же уже в таком возрасте мы слушали этих Платошкиных столько было, что... Ну все это опять вернется. У меня, кстати, другая есть аксиома, которую я строго придерживаюсь. Вот что важно. Что мир поделен на два генотипа. Совершенно четко. И это есть борьба идет между этими. Причем они... Вот они страшнее, чем... Слушай, я тебе простой вопрос задаю. Да. Вот мы вроде общество, да? Да. Ну, допустим, берем двух учителей. Один работает здесь, в Москве. Ну, допустим, он получает 75 тысяч, да? Ну. Да. А в какой-то верхней пижме, в верхней пижме, да, в верхней пижме, приглашают учителя в школу на 5 тысяч рублей. Висит объявление в Свердловской области, в Министерство образования ищет дурачков, которые будут работать за 5 тысяч. Значит, одна ситуация, вторая ситуация. Вот мы должны того учителя защитить или мы должны сказать, что я его не знаю, пошел нафиг. Это не мои проблемы и все. Нет, мы не так должны говорить. Это первое. Подожди. Первое. Второе. Вот этот учитель, который зарабатывает по 75 тысяч рублей, вкалывает, как, я не знаю, там это самое, и ругают их, и то, и все, и пять десятых. И вдруг открывает газету, 11 топ-менеджеров Сбербанка получили 6,3 миллиарда. Он спрашивает, слушай, а что он такого великого сделал-то? Он что, больше меня отработал? Он ростовщик. Он что, больше меня вложил в эту страну? Нет. Нет. Потому что он… Нет. Нет. И это что? И в нем какое чувство возникает? Чувство, что глобальная несправедливость. И я всем задаю вопрос, просто вот россиянам. Алексей Иванович. Вот мы живем, вы говорите, там Платошкин плохой, этот Платошкин. Почему в Норвегии, почему в Норвегии самую большую зарплату получают летчики, и они всего лишь в три раза больше получают, чем самую дешевую зарплату получают воспитатели детского сада? Всего в три раза. Алексей Иванович, премьер-министр Норвегии получают всего лишь две целых и семь десятых больше. Алексей, очень рад тебя слышать, видеть, хорошо выступил. Но на фотонах ты… Ты ядерную физику учил. Тогда начнешь понимать. Тебе просто за ней не хватает. А так ты молодец, ты все правильно делаешь. Нет, правильно, но тебе не найти вот этого пути, как ты скажешь. Я не ищу никаких путей. Не знаешь физику ядерную, вот и все. Так что вот у меня такой подход. Знаешь, вот поэтому я вместе с Платошкиным 23 февраля вышел, прошелся, почувствовался нормальным человеком, который ответственен из-за того учителя, из-за того физика, который… Как это мне… Один прислал мне, ну это вообще надо, одуреть надо. Вот смотри, во Франции 192 часа в университетах. Нагрузка на преподавателя. Да. В Волгму 900 часов. Плюс он говорит, мне еще кураторство навешивают, мне там еще что-то, это сделай, то сделай, отчеты напиши. Говорит, когда наукой заниматься? Вообще. Просто. Какая там наука? Олег Семенович, я напишу вам. Поэтому мы ответственны за этих людей, мы им должны… И мы должны объединяться. Вот он правильно всегда говорит, надо объединяться. А что сказал там революционер ты один, картавый? Прежде чем объединяться, нам нужно размежеваться. Нам нужно что? Размежеваться. А, размежеваться. Вот это тоже не надо. Все, завершаем? Завершаем. Самое главное, вот обращаюсь ко всем физикам, которые меня слушают. У вас должна быть настольная книга Владимировича Ленина «Материализм и империокритицизм». Это величайшее произведение, которое на веках, и которое нужно в нее вникнуть, ее понять. Вот кто ее понимает, тот начинает мыслить, как я. Спасибо. С этой фразой, что электрон не исчерпаем, как атом, я абсолютно согласен. Нет. И это тоже. Но я даже удивлен, что у него такие мысли, наряду там со всякими классовыми теориями, возникли. Не, а он помнит. Правда, скептик, после того, как я объявление сделал, все набросили сюда. Все, закончилось. Помнили? Я говорю, приходите и говорите, да? Помните, мы рассказывали? Ну да. Да.